В рамках дня российской науки в актовом зале концертно-спортивного комплекса Уникс прошел торжественный концерт с подведением итогов. Напомним, что 2021 год был объявлен Годом науки и технологий в Республике Татарстан. В честь этого особое внимание в Казанском федеральном университете уделялось именно развитию научного направления. Так фестиваль науки «Территория знания» можно назвать логичным завершением тематического года в КФУ. У вас есть, дорогие студенты наши, уникальная возможность размыть границы, быть всегда в контакте со своими наставниками, профессорами и перенимать их бесценный опыт. Временно исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский наградил профессоров Казанского университета, а также объявил лучшие студенческие научные кружки. Первое место в этой номинации второй год подряд забирают студенты Института фундаментальной медицины и биологии за работу научно-практического кружка по хирургии «Когномайн». Отдельно за высокие достижения в области науки Дмитрий Таюрский наградил 21 студента. Далее участие в награждении приняла замминистра по делам молодежи Республики Татарстан Софья Мустафина и проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Они отметили заслуги лауреатов премии «Студент года РТ» и наградили сотрудников университета за активное участие в организации деятельности студенческих научных кружков. Помимо научных активистов в концерте приняли участие и творческие коллективы Казанского университета. Вокальная сборная КФУ «Илья Магновеева», танцевальные коллективы «Бики СФМ» и «Маршмеллоу». Интересуйся, изучай, исследуй. Девиз фестиваля науки поддержали интерактивными площадками институты Казанского федерального университета. Конечная цель любого научного знания, независимо, как оно называется, фундаментально, фундаментально прикладной или просто прикладной, она направлена в конечном итоге на то, чтобы создать новые продукты, новые сервисы, создать новые условия для того, чтобы в целом жизнь человечества, жизнь цивилизации была более комфортной и более безопасной. Институт фундаментальной медицины и биологии предложил составить лекарственный препарат и рассмотреть под микроскопом различные лекарственные растения. Вашему вниманию представлена лаборатория по экстемпоральному изготовлению лекарственных препаратов, аналогов которым нет в адской практике. То есть препараты готовятся руками, провизор-технолог в аптечных условиях. Сколько аскорбиновой кислоты в пакетированном соке? Что такое органическое лего и как увлечь школьников химическими процессами? Рассказали в научных кружках Института химии имени Бутлерова. Мы строим аскорбиновую кислоту в соках с помощью, в общем, проводим йодометрическое центрование. Очень интересно, узнаем, насколько полезны соки. Атомы мы распечатали на 3D-принтере сами, и вот желающие могут собрать по заданию все органические соединения. Самым ярким научным кружком Института физики стал кружок радиотехники. Внимание студентов привлекло возможность собирать и управлять дронами с камеры от первого лица. С помощью беспилотных летательных аппаратов можно делать много чего, в том числе съемки, аэрофотосъемки, геодезические съемки, ну и то, что связано с какими-то прикладными предложениями, с обороной и другими закрытыми тематиками. В Институте математики и механики имени Лобачевского уверены – магии не бывает. Любую иллюзию можно объяснить с помощью науки. Мы демонстрируем такие эффекты, которые, на первый взгляд, могут показаться, возможно, невозможными, какими-то фокусами, а мы их объясняем с точки зрения законов механики. В культурном блоке КСК КФУ «Уникс» проходил курс лекций-мастер-классов, посвященный различным сегментам и направлениям науки. Первая лекция была о зеленой химии в косметике и косметологии. Мы тратим на это большие деньги, на дорогую косметику. Их все-таки хотим выяснить. Мы тратим деньги за реальную косметику или все-таки она опасна или безопасна? Помимо этого в лектории осветили раздел «Психология», основной темой которого стали проблемы ментального здоровья и эффективного расстройства личности. Мы будем говорить со студентами о том, что собой представляет депрессия, о психотерапии депрессивных расстройств. И, соответственно, поговорим, к кому можно обращаться за помощью. Следующая тема касалась природных ресурсов и ископаемых. А если быть точнее, рассказывалось о том, где и как добываются алмазы. Ну, я рассказывал обычным языком, где добываются алмазы, как они появились у нас на Земле, как формировались, при каких температурах, на какой глубине, как происходит добыча алмазов, как оцениваются алмазы, как добываются алмазы. Кроме этого, мероприятие включало в себя и интерактивный формат. Например, демонстрировалось то, как видеоизменялись американские и японские комиксы и в чем заключается искусство создания рисунков для подобных изданий. Я просто санкцентируюсь на том, как менялись американские комиксы в течение 20-го века и к чему они пришли в начале 21-го. Не остались незамеченными и погодные условия, а если быть точнее, природные климатические изменения. Как развивается климат, что ожидать в дальнейшем и как погода может повлиять на нашу повседневную жизнь? Сложно найти такую отрасль, которая была бы погодонезависима. Все они погодозависимы и, если говорить, и я уверен, что на сегодняшнем мероприятии каждый найдет что-то свое. Будущее уже наступило. Нанотехнологии в современной жизни все цело окружают человека и проникли во все сферы деятельности. Уже невозможно представить биомедицину, стоматологию и другие разнообразные отрасли без постоянного совершенствования и ежедневного апгрейда. Будем говорить все-таки больше о люминцентах на материалах, наночастицах, которые могут переизлучать падающее лазерное излучение и флоресцировать. Вот многие видят разные картины, когда люминофоры, краска такая светящаяся. Вот это примерно та же история. Это уникальное свойство можно применять и в диагностических целях для биомедицины, для дефектоскопии, также в некоторых стомологических применениях и для целей материаловедения. Затронули и тренды развития современных средств массовой информации. Как менялись способы воздействия на аудиторию и какими инструментами оперирует современная журналистика. О трендах будем говорить, выполняя некоторые практические задания, разговаривая. И, конечно же, наверное, мы, безусловно, вспомним и наших корифеев, мэтров. В спортивном блоке КСК КФУ «Уник» состоялся лекторий для учащихся лицея имени Николая Лобачевского. Одну из лекций провел доцент кафедры морфологии и общей патологии, заместитель директора по социальной и воспитательной работе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Павел Резвяков. Он рассказал учащимся, как развивалась медицина из глубин веков и до наших дней. Тогда книжки еще не печатали, писали вручную в основном. Это был тяжелейший труд, потому что нужно было перенести не только записи, но еще скопировать, что правильно – рисунки. Без рисунков, конечно же, сложно воспринять, что написано. Поэтому при изучении анатомии мы используем и книги, и атлас анатомические наглядные пособия. Второй спикер, директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета Михаил Абрамский провел лекцию на тему «Что естественного в искусственном интеллекте?» Он рассказал о нейросетях как об одном из направлений искусственного интеллекта, цель которого – смоделировать аналитические механизмы, осуществляемые человеческим мозгом. Они будущие проводники и идеи цифровизации, и они должны понимать все глубже и в то же время уметь рассказать это другим. Я очень рад всегда перед нашими школьниками выступать, перед другими тоже, на самом деле, потому что они потом к нам придут, нам с ними работать. Далее в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялся научно-популярный лекторий «Эпоха цифры. Как технологии меняют мир». Продолжением Дня российской науки стала встреча в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета, в завершение которой гостям предстояло ответить на, казалось бы, проблематичный вопрос. Технологии счастья – есть ли они и как их применять? Перед горячей дискуссией к просмотру был предложен фильм, подготовленный телеканалом «Культура». И все-таки дело не в технологиях, а в людях. Как тут не вспомнить Воланда? Люди, как люди, в общем, напоминают прежних. Только черные зеркала, смартфоны, айпады, гаджеты испортили их. Фильм представил результаты самого длительного в истории психологии научного эксперимента под названием «Гарвардское исследование развития взрослых людей», стартовавшего в 1938 году и продолжающегося до сих пор. Мне лично показалось, что авторы попытались объять необъятное, они тут все подряд смешали их. И вопрос ценностей возникал, и культурного кода, и изменение коммуникации, коммуникативные навыки даже термин всплывал. А потом вырулили на цифровое счастье все-таки, про счастье вернулись, вспомнили. Раньше передовые цифровые технологии прежде всего уходили в военную промышленность. Но сейчас они помогают обрабатывать информацию и моделировать опыт в обычной жизни. Что же делать? Быть готовым или бороться с непобедимым? Это парадокс. И я хочу заметить, что у нас есть эмоции, у нас есть мимика, и у нас есть телесные контакты. Насколько робот сможет это... Потребность у нас останется. Полутора часов действительно недостаточно для того, чтобы в полной мере разобраться в анализируемой теме. Однако и спикеры, и приглашенные гости единогласно выразили интерес к вопросу, который со стопроцентной вероятностью поднимется еще не раз. Роберт Хасанов, Надежда Мещерякова, Елизавета Никитина, Ариадна Кугушева, Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Фарид Захитаглы, Тимур Табаров, Хафиз Гараев, Амир Юлдашев. Универньюс.